Во дворе первой школы вот уже более 80 лет в День знаний собираются нарядные ученики с горящими глазами и красочными букетами. Сегодня разделите радость вместе с первоклассниками и одиннадцатиклассниками. На торжественную линейку пришли почетные гости по главе с мэром города. Александр Студнев отметил, этот праздник важен для всех, ведь рано или поздно первый звонок звучит для каждого. Самое главное во всем этом, наверное, наши преподаватели, наши учителя, первый особенно учитель, который дал нам именно дорогу в жизнь, который научил нас писать, который научил нас считать и который, в первую очередь, который мы должны, наверное, сказать огромной слава и благодарности. Прошлый год для бобруйских школьников выдался насыщенным и результативным. Успехи учащихся отмечены на самом высоком уровне. Об этом свидетельствуют победы на олимпиадах, в конкурсах и исследовательских работах и, конечно же, стомбальные сертификаты на централизованном тестировании. Я бы хотела, чтобы этот год был просто не хуже предыдущего. Пусть немножко больше будет достижений и успехов в этом учебном году. Хочу пожелать всем новых успехов, новых побед, новых начинаний. И обязательно, чтобы в этом учебном году у всех все получилось на десятку. В Бобруйске в День знаний за парты сели почти 23 тысячи учащихся. Впервые строгий дресс-код примерили 2,5 тысячи мальчиков и девочек. Это первоклашки. Каждый из них получил личный подарок президента – книгу «Беларусь наша родима». Сразу после запуска в небо воздушных шаров желаниями и долгожданного первого звонка вчерашние детсадовцы пошли на свой первый в жизни урок. Даша наружная еще вчера только представляла, что такое школа. Бывшая воспитанница второго детского сада уверена, здесь ей точно понравится. Тем более, что девочка любит читать, особенно книжку про Золушку. Как прошло сегодня твое утро? Как ты собиралась в школу? Отлично. Ну, расскажи, что ты делала? Мы с мамой заплетали банты, делали худряшки. А как? Еще раз. Рубку одевали, кофту школьную. Рядом с Дашей за соседней парта сидит Леша Верничев. Говорит, пришел в школу, чтобы стать таксистом. А еще убежден, что найдет тут много друзей, которые тоже любят машины. Леша, кто такой одиннадцатиклассник, ты знаешь? И все они... Это ребенок, который в одиннадцатом классе. Вместе с Дашей и Лешей в первом А учатся еще двадцать ребят. Кажется, эти мальчики и девочки пока плохо понимают, что они здесь делают и кто такая Валентина Николаевна Светлакова. Но этого дня, без сомнения, каждый из них ждал с нетерпением. Пока собрался, пока проснулся, пока поел и уже надевался. И проехал вот сюда. Тебе в школе нравится? Нормально. Школа – это такое здание, которое учат знания. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Военной медсестрой. А почему? Потому что хочу лечить солдат. А что такое школа вообще? Школа – это такое место, где можно учиться. Чему учиться? Буквы там учить страны. Но этим милым ребятам остается пожелать лишь успехов в учебе, десяток в дневниках и сто баллов в сертификатах по ЦТ. Мария Пересневич, Павел Зуев, Бобруиск, 360.